Более 400 организаций в Хабаровском крае смогут принять школьников на летних каникулах в этом году. Из них 7 откроются для отдыха впервые. Работу детских оздоровительных лагерей обсудили в правительстве края на заседании межведомственной комиссии. В летних лагерях Хабаровского края в этом году смогут отдохнуть более 80 тысяч детей от 6 до 18 лет. Откроются загородные центры, места с дневным пребыванием, трудовые отряды, а также краевой палаточный лагерь в Сикачааляне. В этом году регион получил федеральную субсидию 79 миллионов рублей на обновление материально-технической базы загородных центров. К началу лета в Комсомольском районе и районе имени Лозо будут построены 4 современных благоустроенных корпуса. Появятся и новые формы отдыха на базе учреждений профессионального образования. Мы планируем проработать разные формы. И лагеря с дневным пребыванием, и лагеря с проживанием на базе общежитий, которые в большей степени пустуют в летний период. У нас наши учреждения СПО и ВУЗы имеют такое оборудование замечательное, которое очень жалко, что оно простаивает в летний период. Как заявили на заседании в краевом правительстве, некоторые лагеря отдыха в этом году увеличили стоимость путевки. Средняя цена за смену – 46 тысяч рублей. При этом в крае действует региональная мера поддержки. Родителям предоставляется частичная компенсация стоимости путевки в размере 11 тысяч рублей. Региональные меры поддержки мы сохраняем, мы их развиваем в полной мере. И с учетом того, что у нас все-таки появляются еще дополнительные места в загородных лагерях, может быть, все-таки какие-то моменты по снижению стоимости будут вполне возможны. Ну, скажем, выйти там не на 34 тысячи, а там, допустим, на 30. На выплату имеют право семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, которые постоянно проживают на территории региона. Компенсацию можно получить неограниченное количество раз за все каникулы. При этом доход семьи не учитывается. Что касается федеральной программы кэшбэка, этот вопрос пока открыт. На сегодняшний день информации о продлении или не продлении действия этой программы у нас нет. Но правительство Хабаровского края сделало все, чтобы сохранить региональную меру поддержки. В прошлом году в дополнение региональной компенсации по федеральной программе кэшбэка родители могли вернуть до 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Анастасия Привецкая, телеканал «Губерния».